Акция в поддержку политзаключенного Геннадия Афанасьева пройдет 8 ноября в Киеве. Она приурочена к 25-летию узника. На Софиевской площади столицы в 16.00 в этот день начнут собирать подарки для Гены. Организаторы акции, правозащитники и друзья призывают присоединиться всех неравнодушных. Для Афанасьева можно принести книги, но обязательно на русском и не политического характера. Иначе их ему просто не отдадут. Все собранное активисты передадут Геннадию в колонию. Кроме того, можно приносить какие-то сладости, какие-то там, я не знаю, варенье, что-то в этом роде. Ну то есть что-то такое, что не вызовет никакого подозрения. Ну и, конечно же, будет возможность отправить открытки. Опять же, все должно быть на русском языке. Либо принести свои открытки можно, либо подписать те, которые мы принесем туда, ну и письма. Напомним, Геннадия Афанасьева осудили по так называемому делу крымских террористов. ФСБ задержало его 9 мая прошлого года на полуострове. Впоследствии он признал себя виновным и подписал показания на других задержанных. Афанасьев осужден на 7 лет колонии. В июле этого года на суде над политузниками Сенцовым и Кольченко он открыто заявил, что все его показания были даны под пытками. Сейчас Афанасьев в колонии республики Коми. Его перевели на строгие условия содержания. Но он готов это выдержать. Об этом пишет друзьям. Сейчас я нахожусь в бараке строгого режима содержания и условий. Свидания и передачи урезали. Так уже будет до конца срока. Все это мелочи, они преодолимы. В действительности готов провести так хоть всю жизнь за свободу Саши и Олега. Украинское представительство Amnesty International призывает неравнодушных писать Генпрокуратуру РФ с требованием защитить Афанасьева от преследований и пыток. Друзья, Геннадий отзывается о нем как о очень жизнерадостном человеке. И сейчас исполненном позитивных мыслей. Недавно к нему смогла попасть мать. Она переживает. В Коми уже снег. А политузнику выдали не застегивающуюся робу. И не меняет ее. Говорят, нет ресурсов. Мама, конечно, переживает. Но Гена молодец. Передает всем приветы. Он очень рад, что мы организовали его выставку в Киеве в августе месяце. Друзья надеются, что когда Геннадий выйдет на свободу, он сможет реализовать новое направление своего увлечения – пейзажную фотосъемку. Раньше он был больше увлечен портретной фотографией. Они рассчитывают, что освобождение политузника все же произойдет. Надеются, что его смогут обменять. Продолжение следует...